Можно начать с простых вещей, допустим, вы садитесь, скрестив ноги, делаете наклон, кирпич под голову, он видит так, смотрите, привезли на то, что мы делали после прогиба всего. Следить нужно за тем, чтобы здесь было достаточно комфортно, то есть не так, 100 вольт, и это должно быть достаточно продолжительным, если есть часы и таймер, по минутке хотя бы в каждую сторону. То есть вот эту зону нужно вылинять, голова должна быть на опоре, меняете перекресток. Потом, очень полезная голова Джануша Шарса, голова в корее, хорошо, когда волстер едет. Даже не важно, как вы там ровно-неровно сидите. Очень полезна ваша канала. Не обращайте внимания на дышание, просто принимайте позу и все расслабляйте. Везде спина должна быть скромбинально. Не старайтесь там, не влияйте, сильнее. Пассивно все. Можно так. Это охлаждает, распределяет, приносит элемент воды в козу, вот эту текучесть. Ум становится таким, потом, как вода. Если ум беспокоен, то значит там много воздуха. Понятно? Умысли. Да. Уватывает. Да, удуном этот воздух. Да, это же ватру была. Умысли в налоги. А? Умысли в налоги, потому что они плохие на самом деле, умысли были. Да, и чтобы мысли были хорошие. Чем часа в ночи, конечно, уже нужно. И чтобы мысли были хорошие, в конце нужно сделать какое-нибудь пассивное возлежание с поддержкой под почками головы. Это одновременно немножко снизит давление. Жалко нету болстера, может быть, одеял. Руки вверху надо. Попор под лопаткой. На болстере хорошо под почками еще. И голова должна чуть больше быть приподнят. Поясница длинная. Болстер не должен с копчиком контактировать. И еще очень хорошая поза для сна. Просто супер поза. Он говорит о каране. То есть, когда вы ложитесь и ноги вдоль спины, здесь должен стоять пербочек, а под поясницей болстер. Получается, тело принимает вот такое положение. Опять же, болстер нужен. Поддержка. Болстер, одеяло. Живот сдувается. И грудная клетка поднята выше. Чем вообще полезны перевертые позы? В перевертых позах, особенно в таких, как сарланга асама, лепарита карана, грудная клетка преобладает над умом, вот здесь сердце, и оно имеет разум. И когда грудная клетка поднята, деджалатхарабанаха, то энергия ума опускается сюда. И разум сердца впитывает в себя ум головы. Захват. А разум сердца имеет космическую природу. А ум – природу одной жизни. Материал. И когда сердце впитывает в себя ум, то ум становится спокойным, смиренным, облюдательным. И уже нет такого беспокойства. И уже мысли не тратят. Поэтому еще хорошо выполнить в конце вот эту позу. Дебари такая. Так вот это все лучше делать в конце? Это лучше делать во второй половине дня, особенно… Нет, но обессанется только после занятия йогой. Вы можете сделать, если вы ходите на йогу, сделать свою маленькую программу в конце. Правда? Потому что мы слишком поздно, и поэтому когда мы имеем возрасте, то происходит… Если вы делаете позы стоя вечером, это возбуждает нервную систему. А если… А если… Или прогибы назад. И вы потом приходите домой и не можете долго заснуть. Поэтому в конце вы всегда должны заканчивать наклоны. Вечером. Перед шавасаной сделать пару пассивных наклонов. Вы можете в конце сделать… Вы можете в конце сделать… Даже если сделали сарвангасну, хавасну, випариту, каранин в конце. Нужно охладиться. Запомните. Утром не обязательно. Вам еще целый день нужно быть активным, жить. Но вечером, после активной практики, всегда нужно… В покое. В покое. Тогда вы будете домой приходить и попадать в биоритмы. Китра, еще один вопрос. А какую-то асимметрию, если вот в теле существует асимметрия, там травма, или еще что-то… Позрастой. Совершенно четко себя ощущаешь, что там левой ногой и правой ногой по-разному все делаешь. Дыхание помогает или только это… Объясняю. Дыхание вообще заботилось. Оно не может помочь. На какой-то… На начальном этапе. Сначала мы должны выровнять ноги и руки, чтобы добраться потом до позвоночника, а потом уже постепенно заниматься дыханием более глубоко. Все, что вы можете пока делать с дыханием, это уже… Ну, может быть, лично вы еще можете сидя пытаться, но спиной к стене. И чтобы выравнивать тело, нужно равномерно вовлекать ноги. Очень полезно для выравнивания. Спиной к стене стена выравнивает переднюю поверхность тела, лицом к стене она выравнивает… Лицом к стене выравнивает тело сзади, а спиной к стене – спереди, когда лицом к стене лучше разглаживается поясница. Выравнивает тело сзади. Полезно делать вот так, вот позы вовлекая переднюю ногу, носок на стене, заднюю ногу, стопа, стену. Иногда стул использовать, чтобы чувствовать, как бока удлиняются. Стену использовать, чувствовать, как бока удлиняются. Разливать? Да. Очень полезный вариант – это вот. В позах вот так. Поднимать стопу на кирпич, носок, стену. Это конкретно стазобедренный сустав. Проталкивается головка бедренной кости. Это разведение. А? Что происходит, когда я поднимаю носок? Поднимать стопу. А еще? Смотрите, нога удлиняется в размере. Да. Головка бедренной кости проникает глубже в сустав. Сустав развивается. А представьте, если еще ногу приподниму, она еще длиннее станет. Переопускаю. Видно? Угу. Ладно. Вот вам развитие. Черт. А когда делаешь плотно на себе? Потом. Сейчас. Потом. Убали штаканас. Новый вишер от города. Угу. Она очень хорошо пахи разлегчает. Угу. Угу. Потом еще. Ложитесь на спину. Материалы. Материалы. Материалы нет, к сожалению. Смотрите. Это для пахи. Пахи это? Смотрите. Правая нога ее. Смотрите. Угу. 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 Извините. Я из того зачем. Ногу вниз. Вниз, 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 вниз. Выпрямите. Держите ремень здесь. Двумя руками. Угу. Теперь делайте макрук назад. Прямые руки. Теперь, вниз. Прибыли. Во-о-о-о, вниз. Вниз. Да. Вот. Это размягчает пахи. Пазь. Это замедленный сустав. Пахя. Особенно хорошо, когда жёсткие. Второй вариант. Держите... Мога прямая. Держите здесь, рука туда. Теперь опускайте ногу. Поднимайте, перехватывайте, в другую сторону, поднимайте, перехватывайте, вы тоже вспоминайте, это вам тоже надо, каждый день, ниже прям в пол, ниже прям в пол, понятно, я тут даже могу перегонять.